Пару слов буквально противодействия. Что можно сравнивать между странами? Если говорить не вообще об обществе, а о секторе безопасности. Конечно, угрозы везде разные террористические. Конечно, палестинский терроризм — это одно. Джихадистский терроризм, который в основном какие-то мигранты или дети мигрантов — это второе. Национальный освободительный, антиколониальный — это третье. Но, например, сектор безопасности, структура безопасности, в чью непосредственную обязанность, все-таки узко входит борьба с терроризмом, их нельзя, например, обвинять в том, что политические, например, истоки терроризма не решены. Это не их задача. Это задача правительства, политической власти. Но их задача — минимизировать теракты, проявления терактов при имеющихся условиях, вот в тех, которые есть в наличии. Почему мы говорим, что в Израиле эффективная борьба с терроризмом? Потому что при том, что террористическая угроза высока, предотвращается до 90% терактов. Вот поэтому мы говорим, а не то, что они ответственны за все. Их дело — предотвратить максимально большое число терактов. Вообще успех контртеррористической операции сильно отличается от успеха военной операции. Там победа, а здесь, чтобы его не было, чтобы его не было, не допустить. В Израиле не всегда было так, и они к этим показателям пришли, они нашли такие пути, понимаете. Даже возвели китайскую стену между государствами. С нашей точки зрения, что они там сделали? Я вот когда ее проходил, я всегда говорю, они говорят, а вот вы знаете, вот мы просчитали, сделали, и у нас в разы упали террористические акты. То есть очень интересные ходы. Алексей, а у нас такое невозможно с Кавказом? Я вот думаю, может быть, не это, но что-то такое неординарное можно было бы сделать. А что, что касается вот людей... У нас Юрий Михайлович Лужков, который предлагал отгородить тело. Их боязни, я не предлагаю. Их боязни. Я считаю, что... Ведь вы понимаете, результат теракта — это что? Это не количество убитых, раненых. Это именно количество страха в людях, в обществе, и их недоверие властям. Вот самый главный эффект. И поэтому здесь, на самом деле, палка о двух концах. С одной стороны, если мы постоянно говорим, что вы на войне, вас могут вот-вот в любой момент убить, а с другой стороны, все же должны понимать, что у вас намного больше вероятности оказаться под льдышкой какой-то и быть убитым зимой под сосункой. Или переходя пешеходный переход в положенном месте. Дорожно-транспортном происшествии. То есть, поэтому люди, на самом деле, должны быть бдительны, но понимать, что терроризм — это не самая большая проблема. И более того, весь терроризм — это в их головах. Чем больше это опухоль терроризма у них в голове, тем серьезнее эти террористы поработали. Но это в их головах прежде всего. Давайте послушаем, действительно, что сейчас наши слушатели считают, есть ли терроризм в головах. Боитесь ли вы, конкретно вы, терроризма? Ждете ли вы терактов в ближайшее время в Москве, где-то еще, в связи с Олимпиадой в Сочи? 651099,6. Код Москвы — 495. Алексей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Что касается вашего вопроса, вы знаете, я связываю терроризм в нашей стране всецело с нашим руководством, то есть с политикой. Если очень будет плохо, спровоцируют еще взрывы, еще локальные войны, чтобы сплотить общество. А что? Вы имеете в виду, что сама власть провоцирует террористические акты? Я полагаю, что весь терроризм в России, он управляется. И хотел бы еще вот по теме высказаться. Очень раздражает, как государственные каналы вообще-то освещают все события происходящие. Вот яркий тому пример гибель псковских десантников, да. На самом деле-то там никаких гортрупов, боевиков не было. Там погибло 18 боевиков. Штурмовало высотку около 80-100 бойцов у боевиков. Основная колонна стояла внизу. А зачем? К чему вот это вот вранье? Какой-то неправильный патриотизм может быть, да, ради патриотизма, но это неправильно. Нельзя занижать угрозу, опасность. Надо показывать все, что есть. Нужна профессиональная армия. Зачем пацанов-то гробить? Понятно. Спасибо, Алексей. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? И вот вопрос, который я хочу задать здесь Алексею, нашему специалисту, уже профессионалу. Вы, кстати, вы можете сказать, вы принимали участие в концертических операциях и в Буденовске? Да, я на Северном Кавказе был, во втором Чеченском, и в Буденовске принимал участие. В Беслане нет? Нет, в Беслане я уже в запасе. Понятно. Вот я вас хочу спросить. А Сочи, 2014 год, когда объявили, что Россия получила эту Олимпиаду, у вас была мысль о безопасности, о терроризме, о том, что близко такой регион, что это настолько будет лакомая цель? А вы знаете, я считаю, что нет прямой связи между тем, в каком регионе это проводится, и опасностью терроризма. Мы же помним, что первое проявление было в Мюнхене, в стране вообще чуждой терроризму. Просто любое массовое скопление людей, любое такое серьезное мероприятие, это лакомый кусочек для террористов. Причем они куда угодно могут приехать. Ну, конечно, приехать в Америку, в Канаду сложнее, чем, скажем, сделать это под боком. Но я думаю, что пройти им, скажем, на объекты или на территории проводимых игр будет так же сложно, как если бы это происходило в Америке, в Англии или в коей-либо другой стране. Заниматься безопасно, я вам просто с ответственностью могу сказать. Мои коллеги стали, ну, уже как года два, не вылазят там, в общем-то, из командировок, постоянно работают. И я выражаю исключительную уверенность, что Олимпиада пройдет спокойно. Сам принимал, в общем-то, как-то однажды, правда, будучи еще совсем молодым курсантом, проведение международного фестиваля студентов в Москве, по-моему, 85-й год. Сам был, в общем-то, так скажем, внедрен в те зрители, и нас было очень много, и мы выполняли свою, в общем-то, роль. Я думаю, что наше государство, поверьте мне, не пожалеет ни сил, ни денег, и, в общем-то, что-что, а с безопасностью все будет в порядке. Ну да, здесь, собственно, вы предполагаете уже тот сценарий, по которому, я думаю, что большое число людей на трибунах будет просто, так сказать, в погонах, те же самые курсанты. Но при этом цель безопасности будет соблюдена целиком. Но ведь главное же, действительно, это картинка телевизионная. Кать, как вы считаете? Нет, ну, конечно, спортивные мероприятия крупные, мы знаем, и по Бостону вот в этом году у нас отметился. 12-й год, с 11 сентября он отметился четвертым терактом с массовыми жертвами на Западе со стороны джихадистов. Всего после 11 сентября всего четыре таких было терактов с массовыми жертвами. Инцидентов много, особенно в Европе, в Штатах чуть поменьше, но в последнее время они активизировались. Но с массовыми жертвами всего четыре, вот последние, вот буквально, там, несколько месяцев назад, в апреле. Причем мы знаем, что вот есть история вообще терактов и на Олимпийских играх, и на марафонах. Это далеко не первый такой теракт, поэтому, конечно, угроза будет повышена, естественно, и приняты будут все меры к этому, к тому, чтобы ее предотвратить. Андрей, как вы считаете? Мне кажется, ситуация, к сожалению, очень серьезная и очень опасная по нескольким причинам. Во-первых, потому что Докумаров, как известно, снял эмбарго на совершение терактов, сказал конкретно, что он будет заниматься организацией терактов в Сочи, что, собственно, было понятно, но сейчас он сказал об этом абсолютно точно. Во-вторых, потому что на территории, собственно, Краснодарского края и конкретно в регионе Сочи есть свой местный конфликт локальный. Местонациональное движение, Абыхи, то есть черкесы, они, в общем, у них есть что сказать, и, в общем, никто не знает точно, не воспользуются ли они этой возможностью. Кроме того, есть экономические конфликты. Есть куча людей, которые были выселены в своих территориях, и они тоже... И известно, что многие теракты были организованы по экономическим причинам, например, в Кабардино-Балкарии. И, кроме того, мы забываем один важный момент. Вспомните, мы хорошо очень знаем имена террористов 90-х годов, Басаев, Радуев, Дудаев и так далее, и так далее. Но очень плохо знаем, только специалисты знают имена тех лидеров боевиков, которые появились в 2000-е годы. Почему? Потому что не было доступа к средствам массовой информации. Сочи — это как раз та возможность получить трибуну, которой не было последние 12-10 лет. И, естественно, для террористов это такая золотая возможность, что, я думаю, они сделают очень много для того, чтобы попытаться что-то организовать. И, кроме того, самый последний момент. Для того, чтобы зазвучать на Олимпиаде, для террористов необязательно устраивать теракты на Олимпийском стадионе. Достаточно организовать что-то просто в регионе. И этого будет уже достаточно. А обеспечить безопасность во всем регионе целиком намного сложнее, чем просто обезопасить непосредственно Олимпийский объект. Просто через такая психологическая близость Олимпиада на Северном Кавказе. Центр Сочи, железная дорога, мало ли что, любые объекты транспортной инфраструктуры. Вы знаете, мне кажется, учитывая все-таки специфический российский-кавказский терроризм, мы о нем вначале говорили, я думаю, что у многих террористов нет цели именно провести мероприятие на Олимпиаде. Ну что ж, будем надеяться, что более оптимистичный прогноз Алексея Филатова сбудется относительно Сочи. Естественно, никому бы из этого, из нас не хотелось бы. А я хочу еще одни слова его вспомнить. Вот то, что он говорит о том, как в Америке вспоминали жертв 11 сентября, как мы вспоминаем сегодня. Фантастический совершенно памятник там, да, сделан на месте, где пали башни-близнецы. Там вот сделан фонтан, бассейн, и на стенах написаны имена всех погибших. И вот я хочу, чтобы мы тоже помнили имена всех наших погибших в террористических актах. Это была программа «Археология». Доброй ночи.